Одна из характерных черт моего существования — это постоянное чувство ярости и гнева. Оно сопровождало меня так долго, что у меня нет осознанных воспоминаний о времени, когда я не испытывал эту ярость. Да, мои самые ранние воспоминания, когда мне было пять лет. Я испытывал такую ярость, что трудно себе представить. Это было проблемой на протяжении всей моей жизни. В подростковом возрасте, если я проживал больше двух недель, не пробив дыру в стене нашего дома, это было чудом. Я настолько хорошо умею работать с гипсокартоном, что трудно поверить, сколько всего мне приходилось чинить в нашем доме. Я разбивал окна, ломал вещи, это просто не прекращалось. И, конечно, я пытался оправдать это, говоря, что бокс спас мне жизнь, потому что он давал мне потрясающий выход для моей ярости. Я фактически занимался по шесть часов в день, постоянно бил по боксерским мешкам и людям, и это был прекрасный способ выпустить свою ярость, который удерживал меня от тюрьмы, и значительная часть этой ярости была направлена внутрь себя. Понятно, что человек, который испытывает столько ненависти к окружающим, испытывает огромную ненависть и к себе. И одно из того, чего я не осознавал, это каким был мой внутренний монолог. Потому что, как можно представить, внутренний монолог такой частый и повсеместный, что легко забыть о его существовании. Это как опасность, о которой говорит Дэвид Фостер Уоллес в своей метафоре о рыбах, которые плавают в воде. Вода повсюду, и рыбы даже не осознают, что они находятся в воде. Также и мы не осознаем постоянный поток подсознательных мыслей, который непрерывно течет. Но, в конце концов, я осознал, что собой представлял этот внутренний разговор. И это был уже не просто разговор, а самый гневный и самый жестокий внутренний диалог, который можно себе представить. Ну, знаешь, это было как не было ни одной ошибки, которую я мог бы совершить, что бы соответствовало моему идеалу и которое бы не вызывало гнев моего внутреннего Бобби Найта. Это не имело значения. Звучит глупо, Эндрю, но это так. Если я не идеально приготовил стейк, если что-то сделано не идеально, если я не достиг уровня мастерства, который я называл абсолютным совершенством, это было непростимо. Я мог избивать себя до полусмерти и кричать на себя. Это трудно описать, и я надеюсь, что большинство людей, слушающих это, не понимают, что это такое. Стало очевидно, что это должно измениться, потому что, когда ты так сильно ненавидишь себя, ты по определению будешь невыносимым для окружающих. Эта ненависть переносится на то, как ты взаимодействуешь с миром. Итак, я работал с терапевтом, он был одним из людей, который направил меня в это место в Аризоне. Он попытался уверить меня, что я мог бы избавиться от этой черты, если буду готов потратить определенное количество времени и усилий. Но я подумал, что это невозможно. Мне 47 лет, и это единственный способ, которым я когда-либо взаимодействовал с самим собой. Как это можно изменить? Потребовалось бы еще 40 лет, чтобы исправить это. Но они сказали, нет, вот упражнение, которое ты будешь делать. Упражнение заключалось в следующем. Каждый раз, когда я совершал ошибку, когда у меня начинался этот негативный внутренний разговор, я должен был немедленно остановить себя и представить, что это не я совершил ошибку, а один из моих близких друзей. Затем я должен был вслух обратиться к этому человеку, хотя на самом деле его не было рядом, так будто именно он совершил ошибку, и мне нужно было записать это на свой телефон. Например, когда я стрелял и не попал в цель, вместо того, чтобы кричать на себя, я должен был представить, что это мой друг Джей Ар промахнулся. Что бы я сказал ему? Я должен был достать телефон и говорить. Конечно, я бы сказал что-то совершенно другое. И то, что я говорил в такой ситуации, было куда добрее. Просто бесконечно добрым. Я бы говорил с моим близким другом очень мягко. Потом копию этого аудио я должен был отправить своему терапевту. Ого, да, это действительно что-то. Можешь себе это представить. Я был полностью согласен с этой практикой, пока ты не упомянул об этом. Я глубоко доверяю своему терапевту, но я подумал, вау, это настоящая гора работы. В итоге, этот бедняга получил много сообщений и аудиофайлов. Но вот что меня действительно поражает. Это заняло всего. Точно не помню. Нужно было бы заглянуть в свои дневники, но это заняло всего около четырех месяцев, чтобы избавиться от Бобби Найта. Мы создали своего рода ментальную модель того, как это выглядело. Бобби Найт был как председатель совета директоров. Он сидел в зале заседаний, и никто другой не имел права голоса. И для тех, кто не знает, у Бобби Найта был ужасный характер. Да, просто отвратительный. Точно. Это тот парень, который кидал стулья через баскетбольную площадь. Уровень 11 из 10. И вдруг мы пришли к тому, что Бобби Найт больше даже не присутствует в зале заседаний. На самом деле, сейчас, когда я это говорю, я даже не помню, как он звучал. Я хочу сказать, что для меня это удивительно. И несколько раз я чуть было не вернул его. Но это не значит, что я стал ошибаться меньше. Верно? Я не стал лучше сегодня, чем был три года назад во всех делах, которыми занимаюсь. На самом деле, я, возможно, даже стал хуже во многих отношениях. Но разница в том, что, знаешь, я могу разговаривать сам с собой. Думаю, я могу это сказать. Думаю, я могу сказать это с любовью, да. И, может, не с такой любовью, как некоторые. Но я все равно думаю, что... Может быть, я предъявляю себе немного более высокие требования, чем нужно, но я уже не корю себя, как раньше. И, следовательно, я стал гораздо меньше обижать других людей. Ну, я не знаю, насколько ваш внутренний монолог отражает то, что думают о вас другие. Но, прежде всего, хочу поблагодарить вас за то, что вы поделились с тем, что только что рассказали. Я думаю, это, во-первых, то, с чем я никогда не сталкивался раньше. Но это определенно иллюстрирует невероятный феномен нейропластичности. Потому что четыре месяца — это совсем немного времени, но вам было 47 лет. А это 47 лет накопившегося радикально негативного внутреннего диалога, если так можно выразиться. А так что это то, о чем люди могут подумать в контексте своих собственных целей.